Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Майн Рид Охотник на бобров Глава первая Сан-Луи, большой торговый город в Америке, во время пушного торга по своей кипучей лихорадочной деятельности не сравнится ни с одним большим городом Европы. Какой только национальности здесь не встречается тогда. Купцы истекаются со всех концов Соединенных Штатов. Тут и хитрые предприимчивые янки, и хвастливые французы, и траперы, то есть охотники за бобрами со своими мехами, и индейцы, или краснокожие, как их называют в Америке, с пирогами, наполненными шкурами и мехами, результатами их охоты. И все они стараются как можно скорее продать, купить, обменять свои товары на другие, или, как янки, превратить их в доллары. Какие миллионные обороты совершаются здесь в это время, какие громадные деньги переходят из рук в руки. Но вот, наконец, меха променены, товары распроданы, и Сан-Луи принимает обычный, более спокойный вид. Нажившиеся янки разъезжаются во все стороны, французы остаются повеселиться, траперы и индейцы отдыхают некоторое время после кочевой жизни и наслаждаются жизнью по-своему. Первые в тавернах, в компании товарищи пьют, едят, играют в карты, вспоминают пережитые опасности, любуются новым, только что купленным ружьем или капканами, одеялом и так далее, а вторые молча пьют водку, иногда почти до бесчувствия. Опьяненные индейцы нередко приходят в бешенство и убивают первого встречного. По закону в Америке запрещено продавать водку краснокожим, но закон этот обходят там очень просто. Им ее не продают, а выменивают на меха и шкуры. Вот таверна с верандой, защищенной от солнца вьющимися растениями. На веранде около открытого окна сидит пожилой, лет шестидесяти, траппер. Вся наружность его показывает силу и выносливость. Рост он среднего, но сильный и хорошо сложенный. Черные блестящие глаза полны ума. Одет он в широкие замшевые шаровары и камзол из оленей кожи, стянутый кушаком. На ногах индейские макосины. Вооружение его состояло из ружья, стоявшего тут же у стены, двух ножей большого и маленького, так называемого скальпеля, мешка с пулями и буйволиного рога с порохом. Все это висело у него на поясе, а также еще и мешок с табаком. Он курил из индейской трубки из красной глины, и вокруг него расстелались густые облака дыма. Каждый раз, как открывалась дверь с улицы в таверну, он быстро вставал с места, очевидно, поджидая кого-то. «Что такое случилось с Томом Редстоном?» — говорил он сам с собой. Ведь знает он, что я, Джек Вильямс, жду его уже целую неделю, а его все нет и нет. И Ральф не идет тоже. Нетерпение его и досада все увеличивались по мере того, как час проходил за часом, пока на конец к его великой радости в дверях не показался красивый, стройный юноша с нежным, но мужественным лицом, одетый в костюм траппера. Это был Ральф, сын Тома Редстона, любимец Джека Вильямса. Старик горячо обнял его и посадил рядом с собой. Но вдруг увидел черный шарф на шее юноши вместо обычного красного и с тревогой почти шепотом спросил, «Что это, траур?» «Неужели умерла твоя мать?» «Это чудная женщина». «Нет, матушка жива. Но мой отец...» «Боже мой!» — с отчаянием воскликнул Вильямс, прерывая Ральфа. «Неужели Том Редстон умер?» «Да, он умер, и мы похоронили его в нашем саду», — грустно сказал Ральф. Старый охотник тяжело опустился на стул, и, может быть, первый раз в жизни этот твердый человек горько зарыдал. Долго плакал старик, но, наконец, поднял голову и начал говорить. «Ральф, знаешь ли ты, что за чудный человек был твой отец? Верный друг, храбрый воин, лучший охотник. Сорок лет мы жили с ним, как братья, деля все невзгоды и радости жизни охотников. Сколько раз с опасностью для собственной жизни он спасал меня от верной смерти. Раз я неудачно выстрелил в медведя и только слегка его ранил. Зверь подмял меня под себя и сломал мне ключицу. Я уже приготовился к смерти, но твой отец, хоть и был далеко, а прибежал на выстрел и убил медведя. А потом перевязал мои раны и ходил за мной, как за своим ребенком, пока я совсем не поправился. И это только один из многих таких же случаев. И нет его, моего дорогого друга, моего Тома. Боже, зачем я жив еще, а не умер вместе с ним? О, дядя Вильямс, вы не останетесь один на свете. Я люблю вас, как любил отец, и пойду вместе с вами на охоту, — сказал ему юноша, желая хоть немного утешить старика. — А мать твоя, разве она согласна отпустить тебя? — спросил старик. — Да, матушка меня и послала к вам. — Да благословит ее Бог! — с чувством произнес Вильямс. — Я все устроил, — продолжал Ральф. — Огородил и засеял поля на нашей ферме, развел огород. Все хозяйство у матушки в порядке. Если же что понадобится, то, я думаю, соседи помогут ей. — А вот отец твой мне говорил, что за ферму еще не заплачено, — спросил Вильямс. — Да, правда. Нужно заплатить еще двести долларов. — Ну, а я надеюсь, что из его доли я могу уплатить часть этого долга, — сказал нерешительно Ральф. — Нет, не часть, а все двести долларов приходятся на его долю. — Ты уплати все полностью, а вот эти деньги из моей доли отдай от меня матери. — Я уже запасся всем необходимым, а ей надо жить чем-нибудь. — Не серди меня, — прибавил старик, ведя, что юноша собирается протестовать, и не огорчай отказом. — Теперь ступай скорее к матери, отдай ей деньги и приходи сюда. Я буду ждать тебя. — И вместе отправимся на охоту за бобрами, — ласково прощаясь с юношей, — добавил старик. — Около недели Ральф отсутствовал. И все это время, почти не сходя с места, Джак Вильямс предавался своему тяжелому горю, вспоминая всю свою совместную жизнь со старым другом Томом Редстоном. В его памяти ярко вставали картины опасных приключений, которыми была так богата их охотничья жизнь, подвиги Тома Редстона, его преданность и верность. Про себя и свое мужество старик забыл. И умер-то он, тяжело вздыхая и утирая слезы, думал старик, не как охотник и храбрый воин, а дома, окруженный заботами близких. Ну да что же, не все ли равно, как умер? Но так лучше и легче для Бетси его жены. А мне остался в утешении его сын Ральф. — Клянусь тебе, мой старый друг Том, всю свою любовь я отдам ему, как и свою недолгую, я это чувствую, жизнь. Эта мысль его немного утешила и ободрила. Но, наконец, вернулся и Ральф. Он принес Вильямсу глубокую благодарность от матери за помощь и ее благословение им обоим на предстоящие труды. Наши охотники намеревались отправиться в путь немедленно. Но сильнейший дождь задержал их на несколько дней в Сан-Луи, который уже совсем опустел в это время. Сидя в почти пустой таверне, они все время говорили о томе Редстоне, его болезни и смерти, и старик все не мог досото наговориться о своем покойном друге. — Когда мы собирались на охоту еще с твоим отцом, то решили идти в область Среднего Арканзаса. Там, в степях, множество оленей и бизонов, а по берегам много бобров. — Правда, это место опасно для охоты, так как там живут черноногие индейцы со своим кровожадным предводителем Теаутве, но нам, хорошо вооруженным, нечего их бояться. Да кроме того, у нас в пироге отлично спрятанной есть еще два ружья и большой запас пороха и пуль. Там же спрятаны и всякие запасы провизии, на полгода, по крайней мере. Объясняя Ральфу подробно планы охоты и места, где они должны будут жить, старый охотник вдруг грустно задумался и замолчал. Ральф долго умолял его поделиться с ним горем, и, наконец, Вильямс сказал, — Слушай меня хорошенько и запомни мои слова. Я чувствую, что эта охота будет последней в моей жизни. Мне все слышится голос Тома, который зовет меня. Когда я умру, ты сделаешься моим наследником. На юг от вашей фермы есть холм с большим деревом. В коре дерева с северной стороны ты найдешь ружейную пулю и, отступя от нее прямо на два фута, разрой землю и возьми закопанные там деньги. Ральф хотел что-то возразить, но старик не стал его слушать и отошел прочь. — Дождь перестал, слава богу, нам пора и отправляться. — Весело сказал он. Они уложили все свои пожитки и навьючили их на лошадь, а сами, как и всегда, пошли пешком. Они направлялись к верхнему Арканзасу. Старик во время пути совсем ободрился и успокоился. Глава вторая Несколько дней спустя по Арканзасу быстро и бесшумно плыла нагруженная пирога. Ральф греб, а Джек Вильямс управлял лодкой. Берега были чрезвычайно живописны. То почти отвесные скалы, то пологие равнины, покрытые такой густой растительностью, что ветки и верхушки всевозможных деревьев спутывались между собой, и путники плыли как будто по туннелю. Такие места были очень опасны, так как можно было наткнуться на плавучие, поваленные бурей деревья, и надо было плыть очень осторожно. Наконец, река стала гораздо шире, по берегам показался ивовый кустарник и трава. Старик молча указал Ральфу рукой налево, и пирога вошла в маленькую бухточку, совсем закрытую от реки кустами. В глубине бухты, почти совсем скрытый густым кустарником, был вход в ту пещеру, где Джек Вильямс с Томом спрятали свою пирогу, ружья и всякие запасы. Когда Вильямс и Ральф вошли в нее, то все оказалось вполне в порядке. Пирога так хорошо была спрятана под мхом, что они и сами с трудом ее нашли. В пещере, которая была вполне сухая, был устроен очаг и две постели из мха. По дороге сюда они ставили везде, где было возможно, то есть где были бобровые постройки, капканы. А это работа трудная, и потому, разгрузив свою пирогу и сварив себе сытный ужин, наши охотники завернулись в теплое одеяло и с наслаждением легли на свои мягкие постели из мха. По утру они встали довольно поздно, отлично отдохнув от путешествия и работы. Ральф прочитал молитву и принялся за приготовление к охоте. Он набрал хвороста, наловил рыбы и приготовил завтрак. Затем осмотрели вместе с Вильямсом новую пирогу, осмолили ее и спустили на воду. В нее положили капканы и отправились на охоту. Скалы по берегам сменялись зелеными долинами или чудными группами громадных деревьев, под которыми было очень много ягодных кустарников. В лесах они видели оленей, а в долинах стада бизонов. Те и другие паслись совершенно спокойно, и потому можно было бы быть уверенным, что черноногие далеко от реки. И на берегах Арканзаса, и в устьях его притоков много было бобров, но еще больше их встретилось, когда наши охотники достигли луговых степей. Тут было множество небольших зеленых островков, любимое пребывание бобров. Везде они ставили и укрепляли капканы. Спустя несколько дней они отправились обратно, что было гораздо труднее, так как плыть нужно было против течения, да и пирога все более и более нагружалась бобрами из поставленных раньше капканов. Добравшись до своей пещеры и выгрузив бобров, Ральф поехал уже один к ранее расставленным капканам. Сильное течение и множество сломанных деревьев несколько задержали его, и Джек Вильямс страшно тревожился и хотел уже плыть на розыске на старой пироге. Увидав подплывавшего Ральфа с богатой добычей, он обрадовался, но в душе решил больше не пускать его одному. Теперь оба принялись за очистку и просушку шкурок бобров. В давние времена бобры водились по всей Европе, но с увеличением населения и вследствие безжалостного истребления этих животных, меха которых, как и мясо, и так называемая бобровая струя, жидкость, заключающаяся в особом мешке, образованном складками кожи у хвоста бобра, употреблявшаяся и до настоящего времени в медицине, ценились издавна очень высоко. Бобры в Европе почти совершенно вывелись. Но в Америке по ее рекам их встречается очень много, хотя охотятся на них не одни только трапперы, а также и индейцы. У трапперов добыча бывает всегда больше, благодаря капканам и другим приспособлениям. Индейцы, знающие цену бобру, ненавидят трапперов, и если те по неосторожности попадаются им в руки, то трапперам приходится плохо. Бобра принадлежит классу грызунов. Ростом он до трех футов, голова круглая, с маленькими ушами. Хвост около фута длины, гладкий, покрыт грубой чешуей. Хвост помогает животному держаться на воде и плавать. Шерсть, начиная от светло-коричневого, почти до черного цвета, очень густая и нежная. Бобра по справедливости можно считать умнейшим животным, хотя прежде по этому поводу существовало множество неправдоподобных сказок. Теперь все они опровергнуты натуралистами, вполне изучившими образ жизни бобров. Вот как бобр устраивает свое жилище. В августе где-нибудь в устье ручья или реки бобры прорывают в береге снизу вверх коридор. Выброшенную землю они смешивают с кусочками дерева и мелкими камнями и делают из нее над выходным отверстием коридора конусообразный холмик от 10 до 12 футов в диаметре и до 7 футов вышиной. Крышу покрывают глиной, которую сначала передними лапами скатывают в шары, добавляя туда травы и тростник, затем катят их и укладывают на крышу. Когда первые комья просохнут, накладывают следующие и в результате крыша получается очень прочная. Внутри помещения стенки тоже замазываются плотно глиной и все пространство разделяют на два отделения. В одной живет все семейство, а другая служит кладовой. Туда складывается пища на зиму. Клубни водяных растений, ветки орешен, ив и тополей, корой из которых питаются бобры. Пол засыпают мелкими кусочками дерева. В это жилище ведут два-три хода, которые оканчиваются под водой, чтобы враги бобра не знали, когда он уходит или приходит. Чтобы вода не заливала верхней части их хатки, жилище, бобры строят перед ними очень крепкие плотины в виде стены, выгнутой полукругом. Делают они ее из кусков дерева, которые перегрызают своими необыкновенно крепкими зубами, из камней и из земли. Внизу плотина шире, сверху уже. Эти плотины настолько прочны, что стоят иногда по нескольку лет, но если случится, что лед проломит ее, то бобры немедленно чинят. Иногда бывает, что все-таки вода затопляет жилища бобров. В таком случае они проламывают крышу и ходят, так как долго под водой без воздуха оставаться не могут. Помещение свое бобр очень любит и содержит в большой чистоте, выбрасывая всю грязь в воду. Бывает, что он живет в одном и том же гнезде по нескольку лет. Детеныши у них бывает от двух до пяти, которые до трех лет живут в семье, и только тогда уходят и строят себе отдельные хатки. Летом бобр очень часто выходит на берег, чтобы лакомиться различными кореньями и луковицами растений, а также молодой корой из деревьев. Утомленный он даже засыпает иногда в кустах. Если на бобра неожиданно нападут собаки, и ему некуда скрыться, то он защищается отчаянно своими когтями и зубами, но, видя свою неминуемую гибель, жалобно кричит, как ребенок. Вот это умнейшее животное и в Америке также истребляется всякими способами, и, наверное, оно там в самом непродолжительном времени исчезнет совершенно. Глава третья Наши охотники несколько месяцев вели очень однообразную жизнь, то есть плавали по реке вверх и вниз, снимали и ставили капканы, вынимали убитых бобров, чистили и просушивали их шкуры. Добыча их была обильна. Старый Вильямс все сильнее привязывался к своему названному сыну, и Ральф платил ему тем же. Встроя планы на будущее, старик сказал Ральфу, «Пора, пора нам домой. Охота наша была удачна, на вырученные от мехов деньги мы проживем безбедно, да и места здесь стали слишком опасны для охоты». «Почему?» с удивлением спросил оторопевший Ральф. «На этих днях я поехал осматривать расставленные нами капканы, и представь, три самые отдаленные пропали». Я тогда вышел на берег с ружьем и увидел, что трава всюду примята, и нашел следы лошадей. Очевидно, это черноногие индейцы их унесли. Когда они являются в эти степи, то непременно зайдут поклониться к холму черной птицы. Это был предок Теаутвэ. Он был убит в стычке с отрядом охотников, и индейцы похоронили его верхом на убитой лошади и насыпали над ним высокий холм. Он недалеко отсюда. «Ну, а вверх по течению капканы целы?» прерывая старика, спросил Ральф. «Да, но радоваться этому нечего. По капканам они узнали, что здесь находятся охотники, и если сразу не напали на нас, то, наверное, только потому, что они знали, сколько нас». «Но ведь пещера наша неприступна, и наши ружья не дадут промаха», воскликнул Ральф. «Да, попасть в нее им будет трудно, тем более, что у них пирог нет и ездят они постоянно верхом. Но они могут нас окружить и заставить сдаться от голода. Они теперь, наверное, нас выслеживают и будут сторожить около капканов». «Так что же делать нам?» спросил Ральф. «Надо плыть как можно скорее и спасать капканы, поставленные по реке выше украденных, затем спрятать и их, и меха как можно лучше в нашей пещере, а самим бежать. Но может быть уже поздно», с тяжелым вздохом добавил Вильямс. Вооружившись ружьями, с большим запасом пули пороха, старик с юношей сели в пирогу и отчалили. Ральф греб так осторожно, что не было ни малейшего шума и плеска. Джек Вильямс с ружьем на готове внимательно следил за берегами. Тишина была мертвая. Ни рев бизонов, ни крик птиц не нарушали ее, и это казалось старику очень подозрительным. Первые капканы были целы, и наши охотники обрадовались, думая, что, значит, индейцы еще не добрались сюда. Далее им пришлось плыть по очень узкому месту в реке, где стрела могла свободно пролететь с одного берега на другой. Едва они выплыли на это место, как вдруг на левом берегу раздался страшный крик, и они увидели индейцев. Впереди на скале стоял их начальник Теаутве, которого Вильямс тотчас узнал. Вождь им сделал знак приблизиться к берегу. Пришлось повиноваться беспрекословно, иначе индейцы не замедлили бы выпустить в них градстрел. Но едва лодка направилась к берегу, как стрела со свистом попала прямо в сердце старому Вильямсу, и он замертво упал в воду, опрокинув пирогу. Это выстрелил молодой индейц, заклинатель. Теаутве за этот поступок хотел убить своего ослушника, так как, вопреки его приказанию, он выстрелил в сдавшегося уже врага. Но просьбы индейцев отклонили казнь. Это все-таки вождь велел связать виновного. Когда пирога опрокинулась, Ральф, который плавал как рыба, нырнул, но едва показался на поверхности воды, как был схвачен тремя индейцами, которые, несмотря на его сильное сопротивление, вытащили на берег и поставили перед Теаутве. «Как смел ты бежать?» грозно спросил он Ральфа на плохом английском языке. «Мы с отцом сдались вам, а вы его убили», смело ответил Ральф. «Бледнолица и справедливо упрекает меня за твой поступок». «Ты мне поплатишься за это!» с бешенством вскричал Теаутве, грозя заклинателю. Индейцы привязали Ральфа за руки и за ноги к дереву так крепко, что веревки впились ему в тело, доставляя ужасное страдание, но лицо его сохраняло мужество и твердость, несмотря на физическую и нравственную боль. Ральф знал, что малейшая слабость с его стороны еще сильнее заставит его врагов издеваться над ним. Индейцы его окружавшие принадлежали к племени отличавшемуся красотой. Одежда их состояла из короткой юбки из кожи оленя и плаща из кожи буйвола. На талии был кожаный пояс с привешенными скальпами врага. Скальп — это волос, вместе с кожей снятый из головы убитого. За спиной висел колчан со стрелами, в руках лук и копье, наверху которого привешивался так называемый амулет, предохраняющий его обладателя от всего дурного. Эти мешочки индейцы приобретают так. Когда мальчику исполняется тринадцать лет, то он уходит в пустыню, там постится и молится, чтобы великий дух назначил ему покровителя. И вот то животное или присмыкающиеся, которое он увидит в это время во сне и становится этим покровителем. Он отыскивает его, ловит, убивает и несет к заклинателю. Тот из кожи этого животного шьет мешочек и разрисовывает его таинственными изображениями. Юноша привешивает его на копье и уже считается взрослым, участвует во всех сражениях. Кошелек становится его святыней и позор ему, если он потеряет его в битве. Теаут В вошел в свой Вигбам вместе с другими старшинами племени, чтобы решить участь белого пленника. Он закурил трубку мира, сделанную из священной красной глины с берегов Оренока. Эта трубка употребляется всегда индейцами при всяких совещаниях. Теаут В первый затянулся и с торжественной важностью медленно передал ее соседу, тот следующему, пока она не обошла всех присутствующих. Старый Теаут В заговорил первым. Мы краснокожие постоянно сражаемся с белыми, которые приходят в наши степи и охотятся на нашу добычу, на бобров. Но мы воюем открыто, и предательский поступок Хау-Ку-То, это было имя индейца, убившего Джека Вильямса, убившего, уже сдавшегося нам врага, покрыл нас позором. Ведь молодой белый хотел бежать, видя такое вероломство. И мне, вождю, пришлось выслушать этот упрек от бледнолицого. Убить его будет еще большим позором для нас. Если какая-нибудь из наших девушек согласится его взять муж, я, то пусть белый живет у нас. После некоторого молчания все старшины сказали, пусть живет. Но горе ему, если вздумает бежать. Тогда его скальп будет принадлежать догнавшему и убившему его. А что делать с Хау-Ку-То? спросил вождь. Привезти в деревню связанную, сказали все. Так и будет, ответил Теутве. Грозный величественный вышел старый Теутвей из Вигвама и прямо направился к Ральфу. Увидев грозное лицо вождя, прямо устремленное на него, Ральф уже не сомневался, что его ждут страшные пытки. Здесь или в деревне убьют меня, мелькнуло в голове Ральфа. Он сначала было решил, что его убьют немедленно, но, может быть, там, в деревне кто-нибудь из девушек сжалится и возьмет меня в мужья, подумал он, хорошо зная обычаи и нравы краснокожих. Он продолжал стоять перед Теутве гордо и спокойно, не опуская глаз. Тот обратился наконец к индейцам и сообщил приговор Хау-Куто и уже затем сказал о помиловании Ральфа. Великий вождь, обратился Ральф смело к Теутве, разве твои воины так тихо бегают, что привязали меня к дереву, боясь меня не догнать, если я убегу, или так плохо стреляют, что боятся не попасть в меня. Гул негодования прошел между индейцами, но старый вождь внимательно взглянул на храбреца и велел его развязать. «Можешь ли ты идти?» спросил он Ральфа, который едва стоял на ногах от рубцов и ран, причиненных ему веревкой. «Пойду, пока не упаду мертвой», показывая на свои ноги, ответил Ральф. Теутве велел дать ему лошадь. Индейцам отдано было приказание собираться в поход. Все зашумело и задвигалось. С лошадей, павшихся табуном, со спутанными ногами, снимали путы, вьючили их своей охотничьей добычей, и вскоре уже все индейцы верхом ехали вдоль Арканзаса в беспредельные степи. Глава четвертая Индейцы быстро ехали впереди не отдыхая. Вначале по берегам Арканзаса попадались деревья и кусты, но вскоре они сменились степью с высокой густой травой. Солнце нестерпимо жгло их своими лучами, но тени нигде не было. Ральф ехал между двумя индейцами, которые сторожили каждое его движение, и хотя на мгновение у него явилась мысль о бегстве, он скоро понял всю невозможность его. Тяжело и больно было ему. Вспомнилась бедная одинокая мать, его старый друг Джек Вильямс, его ужасная смерть и страшная будущность его ожидавшая. Сохраняя на лице полное спокойствие, он горячо молился в душе, и молитва его подкрепило. До самого вечера индейцы неслись, не отдыхая, они что-то говорили между собой, но Ральф не понимал их языка, да если бы и понимал, то узнал бы еще более тяжелое известие, что на них, а вместе с ними и на него, надвигается страшная опасность. Степной пожар. Пламя по степи распространяется с ужасающей быстротой. При степном пожаре поднимается страшный ветер, который еще больше раздувает огонь. Единственное спасение от этого бедствия добраться как можно скорее до возвышенности, которые виднелись на границе степи. Вот почему так быстро мчались индейцы. Кроме того, в это время они враждовали с племенем Каманчи и боялись, что враги, узнав об их отсутствии, напали на их деревню и подожгли степь нарочно, чтобы погубить их. Уже наступал вечер, и лошади без отдыха и питья так устали, что едва передвигали ноги. Но, наконец, уже на закате показались холмы, и усталые животные, почуя близость воды и травы, напрягли последние силы и помчались вперед. Достигнув воды у подножья холмов, индейцы остановились и принялись утолять нестерпимую жажду, лошадей развьючили и напоили, пустили на траву еще зеленую. Приставленные к Ральфу сторожа караулили его и ночью, но он так был измучен, что заснул тяжелым сном, не помышляя уже о бегстве. С рассветом индейцы моментально проснулись, навьючили и напоили лошадей и поехали вперед. Миновали холмы и опять понесли степи в ту сторону, где далеко на востоке виднелись горы. Там была и деревня Черноногих. Их быстрый бег был остановлен внезапно страшным шумом, подобным грому. Бизоны, бизоны, радостно пронеслось по рядам индейцев. Теоутве, остававшийся мрачным, все-таки отдал приказание об охоте. Двенадцать индейцев остались с вьючными лошадьми и пленником, другие отправились за бизонами. Вскоре огромное их стадо пронеслось мимо Ральфа и его сторожей. Охотники вернулись с большим запасом кож и мяса и, нагрузив лошадей, опять быстро двинулись вперед. Зной стоял страшный, но они остановились только на мгновение у встретившегося им ручья, чтобы напоить лошадей и самим утолить эту жажду. Ральф все еще не понимал, почему индейцы так стремительно мчатся вперед. Вдруг начался знойный удушливый ветер, и лошади индейцев тревожно заржали. В это время мимо них быстро промчался огромный табун, затем стадо оленей, всевозможные звери, тучи птиц. Все это с тревожными криками неслось к Арканзасу, не обращая внимания на индейцев. Теперь Ральфу все стало ясно, и при мысли сгореть заживо его сердце замерло от ужаса. Вдали виднелся высокий пирамидальный холм с крутыми откосами. К нему и направлялись индейцы. Это был холм черной птицы, о котором Вильямс рассказывал Ральфу. Добравшись до него, индейцы тотчас утоптали кругом всю траву, потом ввели лошадей и привязали головами к врытому посредине площадки столбу, а сами, развязав Хао-Куто, стали вокруг него. Дико вскрикивая и кривляясь, начал он свои заклинания, но огонь подходил ближе, и вдали показалась уже туча дыма. Видя, что его заклинания не действуют, Хао-Куто неистово закричал «Убейте белого!» Это он накликал огонь. Индейцы бросились было к Ральфу, но Тео-Утве сурово остановил их. За вероломство Хао-Куто великий дух наказывает нас огнем. Не трогайте пленника, нас защитит от смерти дух вождя черной птицы, на могиле которого мы стоим. Между тем пожар все приближался. Из облака дыма то и дело вырисовывались огненные языки. Ветер ревел и свистел, то заставляя пламя слаться ниже, то вдруг вздымая его к небу громадным столбом, разливая его страшным потоком, то вдруг откидывая его вдаль. Воздух был весь наполнен пеплом и дымом от горящей травы. Небо с каждой минутой становилось ярче, и казалось, что и оно горит, как земля. Весь холм кругом, где не была вытоптана земля, был охвачен пламенем. Дышать было невозможно, и индейцы бросились на землю лицом вниз. Ральф сделал то же самое. Голова у него горела, дыхание прерывалось, страшная жажда мучила нестерпимо, внутри все сжималось от боли. Много слышал он о степных пожарах, но то, что он видел и переживал сегодня, во много раз превосходило своим ужасом слышанное ранее. Наконец, огненное море отошло от холма. Теперь ветер гнал его по направлению к Арканзасу. На берегу был лес, который тоже запылал, но за лесом была река, и пламя остановилось и стало стихать. Можно было подняться и вздохнуть свободнее. Индейцы и Ральф после такого страшного напряжения легли, завернувшись в шкуры бизонов, и заснули мертвым сном. Глава пятая На рассвете индейцы проснулись и тронулись дальше. Какой ужасный вид представляла теперь степь, вчера еще такая красивая, покрытая высокой чудной травой, сожженная черная земля, покрытая пеплом, по которому лошади ступали с трудом. Часто попадались трупы всевозможных животных, погибших в огне. Но, тем не менее, настроение черноногих было веселое. Вдали виднелись горы, покрытые там, в котловине между гор, было их поселение. И потому, несмотря на трудность пути, черноногие остановились только один раз у ручья. Тут Теаутве, поняв давно, как индейцы недовольны наказанием Хау-Куто, собрал старшин племени и спросил, довольны ли он наказан? И, получив утвердительный ответ, тотчас велел его освободить от веревок. Совсем поздно вечером они въезжали в свою деревню. При виде своих жилищ радостный крик вырвался у них. В ответ им раздался такой же, и дети, жены и матери с факелами в руках бросились к ним навстречу. В деревне знали о степном пожаре и боялись, что все их воины погибли, и тем сильнее была радость, когда увидели всех живыми. заметив пленника, старухи и дети с яростью кинулись на него, и ему пришлось бы плохо, если бы опять не старый вождь, который взял его в свой вигвам. Там его встретила красивая девушка, его дочь по имени Эймоа. «Вот пленник», сказал отец, «вымой и перевяжи ему раны». Она принесла воды и нагнулась к Ральфу, но он сказал отцу, что у белых это считается неприличным для девушки и что он сам промоет свои раны. Теутвэ перевел ей эти слова, и она, усмехнувшись, вышла из вигвама, но вскоре вернулась и принесла какую-то траву. Наложив ее на промытые раны, она обвязала их тонкой оленьей кожей, затем дала ему поесть жареного мяса, и разных ягод и плодов. Он с глубокой признательностью пожал ее маленькую руку. Она не поняла его слов, но поняла выражение его глаз и с состраданием долго смотрела на него. Утром рано в своем парадном костюме с трубкой мира в руках ушел старый Теутвэ на совещание со старшинами племени. Там должна была решиться участь Ральфа. Ральф еще спал, когда старик стал возле него и долго глядел на его мужественное красивое лицо. К нему подошла Эймоа и робко спросила «Он умрет?» Отец не ответил ни слова. Отличительная черта индейцев это глубокая скрытность. Что бы его не волновало, какие бы мучения, нравственные или физические, он не переживал, лицо его остается каменным и прочесть на нем ничего нельзя. Старый Теаутве глубоко волновался об участи Ральфа, всей душой желая его спасти. Причина этому была следующая. У него, кроме Эймоа, мать, которая умерла при ее рождении, был сын, его радость и гордость, но в одной из битв с командчими он погиб. Горе о погибшем сыне и до сих пор сохранилось в его сердце. Ральф своим мужеством, красотой и смелостью напомнил ему сына, и ему очень хотелось усыновить его. Он видел, что Ральф страдал по убитому старику, и думал, что Вильямс его родной отец, но видел также, как глубоко скрывал он свои страдания, и это нравилось старому вождю. Когда индейцы стали совещаться об участи белого пленника, многие требовали его казни, но Теаутве употребил все свое влияние, чтобы изменить это решение. Его поддержали другие старшины племени, и было решено его усыновить, если какая-либо из девушек племени возьмет его в мужья, когда его раны заживут, и он окрепнет, а до этого времени должен жить в вигваме Теаутве. Старик не выказал ни одним движением своей радости при таком счастливом для Ральфа исходе. Тихо и мирно потекла жизнь в вигваме у Теаутве. Эймо всей душой привязалась к Ральфу. Она ухаживала за ним, лечила его раны, и старалась его ободрить и развеселить, но редко ей это удавалось. Ральф, хотя тоже всей душой полюбил молодую девушку, не мог забыть своей покинутой матери, да и смерть, которую ему только отсрочили на время, казалась ему неизбежной. О бегстве нечего было и думать по сожженной степи, это бы только ускорило его гибель, и на душе у него было тяжело и больно. Эймоа понимала это, и ласкала его, и утешала как ребенка, приносила ему ягоды и плоды. Старик, видя такое отношение, уже считал его в душе своим сыном. Но у Ральфа был жестокий враг. Хау-Ку-То не забыл наказание за убийство белого, и кроме того он хотел взять в жены Эймоа. Он, конечно, узнал, что она полюбила белого пленника, и потому всеми силами старался возбудить в индейцах ненависть к Ральфу, грозил, что Великий Дух отнимет у них свою помощь за то, что они не принесли в жертву пленника, что Каманчи победят их, что на них Великий Дух пошлет всякие беды, и так далее. Теут Вэ видел все хитрости заклинателя и торопился присоединить Ральфа к племени. Скоро раны его закрылись, и на совете старейшин решено было на другой день показать его девушкам. На площади, посреди деревни собрались утром все индейцы с одной стороны мужчины, с другой женщины. Старшины племени привели связанного Ральфа. Он был бледен, но спокоен, покорившись своей участи. Из старшин выделился Теут Вэ и, подойдя к пленнику, громко сказал, «Совет старшин решил, что если какая-нибудь из наших девушек возьмет мужем пленника, то он будет помилован. Она должна подойти к нему и развязать веревки». Застенчиво, с опущенными глазами, из толпы девушек вышла прекрасная Эймоа и быстро развязала Ральфа. Хаукуту пришел в бешенство, но сдержался. Один из старшин племени подал Ральфу лук и стрелы, другой дал ему копье. «Убивай наших врагов и диких зверей и отними талисман жизни у врага», сказали они ему, имея в виду амулет, священный для индейцев. Теаутве положил руку своей Эймо в руки Ральфа и сказал, что теперь они муж и жена, и девушки, ее подруги, с пением и танцами проводили их до Вигвама. Глава шестая Трава, покрывшая через некоторое время степь после пожара, была еще лучше прежней, и потому в степи появилось множество бизонов, оленей и диких лошадей. Индейцы до войны с командчами решили устроить охоту, но по обычаю надо было спросить заклинателя, а Хао-Куто не забыл своей ненависти к Ральфу и предсказал полную неудачу, если с ними будет белый. Но Ральф считался теперь принадлежащим краснокожим и должен был идти на охоту и в поход. Он все время учился накидывать лосо и стрелять из лука, и эта охота была для него как бы экзаменом его ловкости и силы. В степи индейцам скоро попался табун диких лошадей и старые Теоутве приказал Ральфу добыть себе лошадь. Пока же он ехал на лошади вождя. Ральф немедленно повиновался. Подскакав к стаду, он наметил себе лучшее животное и набросил на него лосо. Лошадь упала. Ральф соскочил со своего коня и быстро накинул лосо на морду животного и, продев веревку в рот, прыгнул ему на спину. Долго лошадь неслась рядом с тупуном, брыкаясь, стараясь освободиться от всадника. Но Ральф сидел крепко, обхватив ее ногами и, наконец, при помощи шпор, повернул лошадь и примчался к индейцам. За его ловкость индейцы приветствовали его шумными криками и сам старый вождь одобрительно взглянул на него. Охота на бизонов, несмотря на дурное предсказание заклинателя, оказалась очень удачной. Ральф тут отличился. Он убил трех огромных бизонов, но четвертый его едва не погубил. Но и тут Теаут В, который следил все время за Ральфом, спас его. Добыча индейцев была так обильна, что лошади едва двигались под тяжестью кожи и мяса. С какой радости встречала Эймоа своего мужа, слыша со всех сторон похвалы его мужеству и видя его невредимым. Вскоре индейцы отправились в поход против Каманчей, узнав, что те пришли в степь на охоту за бизонами. Хаокуто опять предсказывал всякие несчастья, но ему уже не верили. Тихо, осторожно пробирались индейцы к лагерю своих врагов. Остановившись невдалеке, спрятались и выждали ночи. Тогда внезапно напали на спящих Каманчей, и хотя те, проснувшись, отчаянно защищались, большая часть отряда погибла в бою. Ральфу пришлось сражаться с их предводителем, и он убил его, несмотря на свое отвращение, снял с него скальп и взял амулет с копья. Он это сделал в угоду Эймоа, которая, как истая дикарка, желала, со скальпом врага и кошельком амулетом, а также желая расположить к себе индейцев. Победа над врагами была полной, но торжество омрачалось тем, что Теаут В был ранен стрелой в бок. Бедная Эймоа страшно горевала, видя раненого отца. Она прилагала все усилия, делала, что могла, но старик угасал с каждым днем. Чуя близость смерти и боясь за дочи Ральфа, он взял клятву со своих двух друзей старшин, что они будут его защищать. Вскоре успокоенный этой клятвой, он умер. Индейцы устроили своему славному вождю пышные похороны. Они убили его лошадь, привязали к ней его тело, затем лошадь прикрепили копьем, так что она и всадник казались как бы живые, обложили кругом камнями и насыпали высокий холм, как над черной птицей. Эймо страшно тосковала и плакала по отцу. Ральф, который стал хорошо говорить по-индейски, да и Эймо понимала по-английски, утешала ее словами Евангелия, и они глубоко западали в ее юное чистое сердце. Между тем положение Ральфа среди индейцев из-за хитрости и ненависти заклинателя становилось все хуже. Достаточно было малейшего предлога, чтобы его погубить. Долгое время не было дождя, вся растительность высохла, и животные ушли далеко вглубь степи. Такой засухи не помнили и самые старые индейцы. Заклинатели с разными обрядами делали заклинания, моля великого духа о дожде, но все было напрасно. Хаокуто воспользовался этим и стал говорить, что белый мешает заклинаниям и что великий дух наказывает индейцев. Смерть ему! С бешенством закричала толпа и бросилась к вигваму Ральфа. Помни свою клятву, старшины друзья Теаутве, чтобы спасти Ральфа, сказали, что по обычаю племени, когда попадает к ним живой враг, на него устраивают охоту. Охота это происходит таким образом. Раздевают догола человека и тело смазывают салом. Затем все индейцы с томогавками выстраиваются в линию, а его ставят впереди на сто шагов. По данному сигналу он должен бежать, и кто его догонит и убьет томогавкам, тому принадлежит Искальп. Ральф услышал страшные крики и понял, что судьба его и Эймоа уже решена. Эймоа бросилась из Вигвама, чтобы умолять о пощаде, но по зверским лицам увидала, что это бесполезно, и упала без сознания. Ральф выбежал за ней. Ему показалось, что она умерла, и он крепко поцеловал ее, а сам отдался индейцам. Они вывели его за деревню, раздели и вымазали тело салом. По данному сигналу он должен был бежать. Но индейцы сильно ошиблись в своих расчетах, думая поймать его сразу. Легче стрелы помчался Ральф, искусно бегавший, перепрыгнул встретившийся по пути ров, в который свалилось несколько индейцев, и понес все по плоской возвышенности. Индейцы всю свою жизнь проводят верхом, и потому бегают довольно плохо. Многие уже отказались от погони, и только Хау-Ку-То и еще три индейца преследовали его. Ральф боялся оглянуться, чтобы не терять мгновение, и, слыша уже близко за собой их тяжелое дыхание, бежал еще быстрее. Солнце уже спускалось к закату и становилось свежо. Наконец, взбежав на холм, Ральф почувствовал, что силы оставляют его, и невольно остановился. Оглянувшись назад, он увидел только одного Хау-Ку-То, бежавшего тоже уже едва-едва. Но, увидев, что его жертва остановилась, он из последних сил бросился к Ральфу. На дороге лежало дерево, которое он не заметил, и он грохнулся оземь. Томогавк отлетел от него на несколько сожений. Ральф быстро схватил Томогавк и убил заклинателя. Потом снял и надел на себя его платье, взял флягу с водой с его пояса и, вооружившись его же Томогавком, сделал себе палку и пошел к видневшемуся лесу, хорошо сознавая, что, несмотря на усталость, должен идти вперед. Но в лесу силы его оставили и, забравшись в кусты, он заснул как убитый. Когда индейцы пришли за Ральфом, Эймо упала без чувств. Ральф подумал, что от испуга она умерла и простился с ней как с мертвой. Но подруга бедной Эймо приложила все старания, чтобы привести в себя несчастную женщину, и ей это удалось. В это время в деревне уже знали, что Ральф убежал, и что за ним следует только заклинатель, да и тот верно скоро вернется. Эймо придя в себя, вскричала с горечью, «Ральфа убили!» «Нет, Эймо!» «Он сбежал», ответила подруга. Тогда Эймо опустилась на колени, и теми словами, как учил ее Ральф, горячо поблагодарила Бога за его спасение. Подруга сообщила ей все подробности погони и то направление, куда скрылся Ральф. Оставшись одна, она глубоко задумалась, затем быстро начала собирать лук, стрелы, платье Ральфа и запас провизии, все это связала крепко ремнем, привесила себе на спину и неслышно вышла из Вигвама. Она решилась идти за мужем, без которого не могла жить. Она сразу нашла многочисленные следы погони, но скоро увидела, что их меньше и меньше, и вскоре остался только след Ральфа и Хау-Ку-То. Порывом ветра разошлись облака, и месяц ясно осветил холм. Вдруг Эймо с ужасом увидела лежавший труп, с криком она бросилась к нему, но то был не Ральф, а заклинатель. Она поняла, что Ральф победил своего непримиримого врага и с жаром благодарил Бога за помощь. Теперь уж ей не представлялось затруднение идти за Ральфом, так как его следы и следы от палки, на которую он опирался, виднелись ясно, и вскоре она уже была около него. Долго с горячей любовью смотрела она на спящего глубоким сном мужа, и невольно слеза скатилась прямо ему на лицо. Он проснулся и сразу схватился за томогавк, думая, что его отыскали индейцы, но вместо них на грудь к нему бросилась его верная Эймоа. В эти минуты счастья они забыли все свои страдания и горести. Но уже наступал рассвет, и медлить было нельзя. Каждую минуту их могла настичь погоня. Тогда тихо и молча они подкрепились принесенными Эймоа припасами и бодро двинулись вперед. Ральф, по рассказам Вильямса, знал, что впереди была Миссури, там, по берегам поселения Белых, и если они дойдут туда, то они спасены. Они пошли в этом направлении. Расстояние до реки оказалось гораздо большим, чем предполагал Ральф, и потому только на шестой день они дошли до берегов и увидели ферму одного из колонистов. Ночи они проводили где-нибудь в расселении скалы, под густыми деревьями, или в пещере. Пищу Ральф добывал луком, стреляя попадавшуюся дичь. Но все время они страшно боялись, что индейцы их догонят, и велика была их радость, когда они добрались до фермы, и хозяин ее так ласково и сердечно их принял. Всей душой благодарили они Бога за его милость. Пробыв некоторое время у фермера, они направились через Сан-Луи к матери Ральфа. Между тем, в их отсутствие индейцы, уверенные в победе Хао-Куто, не тревожились его отсутствием, и только на следующий день стали искать и нашли его. Тело. Решено было похоронить его с почестями, как подобает заклинателю, и тогда на лошадях ехать за Ральфом, думая, что усталый и голодный он далеко не уйдет. Таким образом, три дня было упущено, а в это время беглецы были уже далеко, и настичь их, чтобы удовлетворить свою месть, индейцы уже не могли. Глава седьмая Тяжело было одинокой вдове матери Ральфа отпускать сына на охоту. От мужа она знала все опасности, которым подвергаются охотники, но утешала себя мыслью, что его побережет старый друг ее, Джек Вильямс. Она мечтала, что сын вернется с хорошей добычей и бросит опасное ремесло охотника, прикупит еще земли и поведут они тихую мирную жизнь. Терпеливо она ждала меховой ярмарки, зная, что все охотники стекаются к этому времени в Сан-Луи. Но торг пришел и закончился, а от сына и Вильямса не было никакой весточки. Отчаяние ее было полное. Она была уже уверена, что последнее ее утешение и поддержка ее сын погиб ужасной смертью. И только вера, горячая и твердая, заставила ее немного пересилить свое горе. Она вся ушла в работу и молитву. Как соседи не старались ее утешить, она всегда отвечала «Мой муж и сын оба на небе». Она взяла к себе на ферму одну бедную старушку родственницу по имени Марта, чтобы в случае болезни или смерти ее был бы кто-нибудь рядом. Уже два года прошло с ухода Ральфа. Однажды вечером Бетси что-то не здоровилось, и она легла раньше обычного. Вдруг ее старая собака стала как-то странно лаять и визжать, не так, как на чужого. «Марта», попросила Бетси, «впусти, пожалуйста, собаку в дом». Старушка отворила дверь, но собака бросилась в поле с радостным визгом. Вся потрясенная каким-то предчувствием Бетси вскочила с постели и бросилась к двери. «Боже мой!» вскричала она, «собака так лаяла только тогда, когда чуяла приближение Тома или Ральфа». Марта отворила дверь и с криком индейцы отскочил в комнату. Но Бетси, едва взглянув на мнимого индейца, со слезами упал в его объятие. Это был ее ненаглядный сын, ее Ральф. Радости матери и сына не было предела, но, наконец, он вырвался из объятий и сказал, «Матушка, со мной моя жена, моя Эймоа. Она не раз спасала мне жизнь, прими ее как дочь». Бетси положила руки на голову склонившейся перед ней Эймоа и благоговейно произнесла, «Боже, благослови ее, я буду ее любить и беречь как дочь», и с этими словами обняла и крепко поцеловала. Эймоа посмотрела на Ральфа и сказала, «Как счастлива теперь твоя Эймоа, у нее есть мать». Какое счастье и покой настали на этой бедной ферме, видевшей до сих пор столько слез и горя. Ральф подробно рассказал матери обо всех своих бедах и несчастьях. Вспомнив о совещании Джека Вильямса, он по приметам нашел место, и действительно там оказалось спрятано много золота. Так что Ральф прикупил большой кусок земли и смог завести свое хозяйство. Эймоа пожелала стать христианкой. Она училась у одного священника и скоро приняла крещение и повенчалась с Ральфом. При крещении ее назвали Марией, но муж продолжал звать ее Эймоа. Счастливая дружная семья часто вспоминала о пережитом и благодарила Бога за дарованные радости. Эймоа всегда добавляла Бог вывел меня к свету из тьмы. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским Домом Союз и издательством Покидышев и Сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok